Вот пришли сегодня с определенной целью. Я постоянно об этом молюсь, чтобы Господь благословил, вот Игорь Александрович Абарабаш, старость отделения Потеряевка. На каком комбайне он работает, это ужасно смотреть даже. Я говорю, попроси Бога, и у Бога людей добрых много, чтобы помогли купить новый хороший комбайн. Он против, да люди будут думать, и там руки растут и прочее. У него нет возможности никакой. Итак, на пределе самовозможного. Трактор надо, сеялку надо, то другое, кредиты, все это не наше дело, беспроцентно. Сейчас мы поехали батюшка рыбачить там. Я говорю, батюшка, благослови, я объявление такое сделаю. Я очень верю в это, что Бог может. А остальное я не знаю. Ну нет, нет, пол бы не ударит. Вот, покажи, что. Хозяйство какое-то, гараж построил. У него тут трактор стоит. Что может? Обрабатывает поле. Сколько у тебя гектар? 270. 270. Сейчас вот кончил твой сын Терентий университет и решил с тобой вроде бы как заодно? Да, пока заодно. У тебя большая помощь? Да, конечно, одному бы мне не справиться. А этот Пищиков Владимир-то не собирается? Я не знаю, не списывался с ним, нет. Ну что тут рассказывать? Нужен комбайн, не деньги. Надо какие-то данные. У тебя есть какой-то счет там или на счет? Если кто-то найдется. Ну, расчетный счет и есть. Ну, расчетный счет можно взять у тебя? Да, можно. Все с расчетным счетом опубликовать. Ты благослови дать объявление. Бог благословит. Больше чего говорить? Нужда. Огромная нужда. Кормильцы земли. Все еще. Пшеницу, нынешний, горох, гречку, еще что-то. Я раскинул пшеница, горох, овес, ячмень, гречка. Пять культур. За счет коров только и держишься. По споре это хорошее. Молочники. Старое-то не хочется брать, что они уже отжили свое. Мне про эти комбайны говорят, что на них уже запчастей нету никаких. Вот остатки доедают. Заводы на Украине, они все уже умерли, рассыпались. Ну вот от силы пять, ну семь лет все. Я с Женей Долговым говорил. Все больше. Старое уходят, а новое не взять. А еще это уже отошел? И все, и мелочевка. Тоже уже отошел. Хотя вроде бы как в Красноярске рухнул завод. И где-то в другое место перенесли, начали выпускать. Кажется, Нива называлась или нет? Нет, Нива это в Ростове. В Ростове. А Дон? Их тоже уже не выпускает. Дон, я не знаю. Наверное, тоже. Ну был такой. Уже оттуда, да. Они уже морально устареют. Ну а тебя бы сейчас спросили, кто-то бы сказал бы, а какой ты хотел? Какой? Ну вот наподобие вот Полесье. Какой? Полесье. Полесье называется? В Ростове, да. Или вот Акросли. Как это из Белоруссии. Да. Из Белоруссии можно делать. Ну можно только, да. Или Ростов, Ростельмаш. Или сейчас заказывают Россию для военного комплекса все там, чтобы там какие-то детали будут делать. Я, может, не понимаю это дело. Давайте помолимся, чтобы Господь благословил. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивно велик, богат и всемогущ. Ты благословил детей Твоих. И среди врагов они выжили. Ты расширил Авраамово имение. Слава Тебе. Ты благословил Иова. Ибо в богатстве нет греха, если правильно человек им пользуется. Благослови нас на это дело. И найди сердца, которые могли бы откликнуться и помочь. Труженику земли Игоря. Мужчина, доверяться Тебе и хранить чисто. Новозаветнюю субботу, день воскресный. Тебе, Боже слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ты хочешь что сказать? Господи Боже наш, благослови нас. Дай нам силы, мудрости. Дай добрую погоду, дабы собрать урожай, который Ты позволил нам посадить. Слава Тебе, истинному Христу Богу нашему за все в веки. Аминь. Аминь. Все. Мы пошли сейчас расчетный счет возьмем. Я составлю этот ролик. Отошли на следующую неделю. Давай. Он говорит, Лену надо, она уехала. Уехала? Да. Как уехала? Ну, она за Терентием поехала. Выключился.